здравствуйте с вами николай пивненко в эфире проект дата сегодня 21 марта всемирный день поэзии по мнению международного комитета при оон этот праздник может возвратить поэтические чтения восстановить диалог между живописью хореографии театром музыкой и поэзией ведь поэт совершенно иначе смотрит на наш мир и объясняется понятными и вдохновенными образами а вы вспомните друзья давно ли вы пытались писать стихи мне кажется что по крайней мере в юности этим балуются практически все но не из всех получаются поэты но сегодня можно взять томик любого поэта и прочитать хотя бы пару страничек также сегодня международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации борьба с расизмом и продвижение прав человека это главная цель праздника еще сегодня международный день на русс перевод буквально означает новый день празднуемые в течение более трех тысяч лет на балканах странах черноморского бассейна на кавказе центральной азии на ближнем востоке и в других регионах наврус поддерживает все ценности мира так утверждается в мандате юнеско по поводу этого события и еще один день сегодня международный день лесов проблем тут конечно же много например российская тайга поглощает 15 процентов всего углекислого газа планеты а из древесины изготавливают более 20 тысяч видов различной товарной продукции при этом согласно данным исследователей если не заботятся о сохранении восстановлении лесов сегодня уже совсем скоро к 2050 году на планете не останется нетронутых девственных лесов ну и наконец всемирный день людей синдромом дауна тоже отмечается сегодня 21 марта это генетическая аномалия связанная с появлением дополнительной хромосомы такой ребенок может родиться в любой семье у абсолютно здоровых родителей чем больше людей получают информации о синдроме дауна тем меньше будет страха и негатива по отношению к людям с этим синдромом но теперь о родившихся 21 марта 1685 год иоганн себастьян бах приходит всей мир немецкий композитор помимо всего прочего нам известно об этом гении следующее бах был гениальным учителем музыки который не брал за свои уроки денег любимым его время препровождением было посещение какой-нибудь небольшой церквушки куда он приходил переодевшись бедным учителем музыки интересно что у баха было 20 детей от двух браков кстати второй раз музыкант женился на собственной кузине и был счастлив с ней долгих 29 лет его по праву можно считать самым плодовитым композитором в прямом и переносном смысле этого слова однако только 9 из 20 смогли пережить отца 1825 год александр мажайский рождается в этот день конструктор первого отечественного самолета участвовал в первом описании водного бассейна орала и амудрии по одной из версий первым в мире построил самолет впервые смог подняться воздух на воздушном змее опередив последователей без малого на десяток лет 1839 год день рождения модеста мусоргского отпрыск княжеского рода рюриковичей великий композитор первым среди музыкантов обратил внимание на непостижимую сложность человеческой природы психики подобно тому как в литературе это сделал его современник да да достоевский ну а вершина творчества мусоргского опера борис годунов как пишут историки и исследователи первый образец народной музыкальной драмы где русский народ предстал как сила которая решающим образом влияет на ход истории 1889 год день рождения александра вертинского русский артист автор музыки текстов многих песен личность загадочная эмигрировал 1920 вернулся через 23 года снимался в кино лауреат госпремии ссср а теперь о некоторых событиях этого дня 1804 год утверждение сенатом гражданского кодекса наполеона он заменяет собой сотни местных кодексов и становится доступным для всех то есть эдакая книга свод законов ясных понятных которые соответствуют потребностям нового строя так тогда писали историки 1937 год постановление совнаркома ссср об ученых степенях и званиях вводились ученые степени кандидат и доктор наук и ученые звания ассистент доцент профессор 1965 год запуск к луне американская автоматической межпланетной станции рейнджер 9 которая передает 5814 изображений с высоким разрешением перед падением на луну в кратер альфонса ну и самое последнее 2006 год джек дорси отправляет первое сообщение в созданной им социальной сети twitter причем в первом сообщении слове twitter отсутствуют гласные буквы на тот момент стартап находился на стадии прототипа а до его публичной презентации оставались считанные месяцы в 2017 году становится известно что дональд трамп использует twitter в качестве основной площадки для коммуникации что сказалось на общей популярности сервиса во всем мире с увеличением так называемых твитов до 280 символов позиции соцсети укрепляются и фраза твитнуть или твит не очень даже стала описывать наше время когда что-то важное нужно сообщить коротко но при этом красочно с вами был николай пивненко в проекте дата